А еще же один станок? А вот там это, какой тройной то есть. Люся, вожди! Показуй! Вот это тут? Да, вот. Люся, давай сюда, будь по центру. Сколько? 300 с чем-то. 316, я рисовала. Давай машину! Ой-ой-ой! Ноль! Привет, ребята, это Сид. Как вы, наверное, уже догадались, мы привезли в мастерскую еще пару станков, забрали их на приемке, то есть спасли от переплавки. Один из них очень интересный и редкий. О нем, собственно, и пойдет речь. Займемся его реставрацией, восстановим его, а потом уже посмотрим, приживется ли он в мастерской. Поскольку этот станок довольно редкий, то видео по его восстановлению будут более подробными в расширенном формате. Так что усаживайтесь поудобнее, запасайтесь чаем, и мы начинаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не знаю, сколько он там простоял, но он заживел капитально. А табличка, смотри, табличка вообще на нее. Вот, качество типографии. Тут какие-то кисточки. Ну, комплектация, конечно, минимальная. Единственное, что нам досталось, это вот эта вертикальная головка фрезерная. Что характерно? Вот станок маленький, по габариту, ну, меньше, наверное, NGF, да? Зато конуса, четвертые конуса Морзе в обоих шпинделях. Преизентальным и вертикальным. Офигеть! Тут цанговый патрон. Может, цанговый патрон, может быть, эта цанга такая затяжная. Четвертый Морзе. Офигеть! Ну, на табличку, вот табличка-то есть. Да, это родной мотор. Да, родной мотор, только он весь какой-то в это... Швист, может быть. Официальные языки, немецкий и французский. Поэтому здесь и надписи на французском и на немецком. По-русски вообще ни слова. Приводы, короче, осуществляются ремнями, ременной передачей на оба шпинделя. А вот эта фигня, как я понял, ну, оттуда с коробки этих передач. А вот здесь монтируется такой кардан и на продольную подачу. Есть мужик, который там видео есть по восстановлению такого станка. Ну, там классное состояние, конечно, там все есть, прямая оснастка. Вот. А русских видео я не видел. О, даже, смотри, шпиндель вращается. Огонь. Ну, когда грузили, из него вода вообще-то текла. Тут хром еще кое-где сохранился. А вот который на чугуне, он, видать, хуже держится. Он и на том, как бы, облезет, да? Так, ну, сейчас посмотрим характеристики. Не инструкция по эксплуатации, а у них так называемый каталог. Ну, это краткое описание, видимо. Как у нас паспорт. Шаруплин 12. Широко универсальный, высокоточный, пресижен фрезерный станок. Вот дорога. Если поедешь в Швейцарию, вот это. По этой карте поедешь. Я только раз мимо ездил, не знал, что такое. Масса станка 450 кг. Морзе 4 в обоих головках. Стол-то ходит сколько? Сейчас посмотрим. Обороты до 2200 в минуту. Вот так. Вертикальная до 2700. Ну, то есть, довольно высокооборотистый. Ну, и вот, сколько передач, считаете? Перемещение. Горизонтальный стол от винта, от маховика или автоматически 200 мм. Продольный ход. Вертикальное перемещение тоже 200 мм. Это вот этот. Видишь, что? Ну, как у этих делается. У 675 и 76. Вертикальный стол. И угловой вот этот рабочий уже. На угол вешается. Ход. Режущие головки от винта или рычагом. 120 мм. Такой поперечный ход. Мувментов. Cutterhead. Cross slide. Крестовых салазок. 120 мм. Это вот эта вот голова ходит. И еще что-то 80 мм. Не знаю, не пойму. Однокиловатный двигатель. 710 или 1400 оборотов. Так, описание, картинки. Вот какие работы можно выполнять. Шлицы нарезать. Расточная. Вот такой вот еще стол. Косовоугольный. Хобота нету у нас. Хобот лопа. Смотри, алюминиевая заглушка вместо хобота стоит. С поворотом с туалета. Смотри, какой этот рычаг должен быть. Это колхоз. Вот СОЖ тоже интересно. Трубочка изящная. Она должна выходить. Видишь, кардан. Вот отсюда берется кардан и подается куда-то. Туда. Вот тут что-то не хватает. Да, коробки такой не хватает, видимо. Отсюда должна выходить СОЖ. Ну да, вот трубка СОЖ. Вот что-то тут заглушено. Лампа тут прикручена. Это бак под СОЖ. Под стружку он походу бак. Ну теперь под стружку. Потому что тут слив. А где слив? Вот слив и туда стружка херачила. Ну этого могло бы всего и не быть как бы в стандартной комплектации. А шло ну там на заказ или докупать. Изврали. Да, швейцарцы знают толк в извращениях. Да, знали когда-то. В 50-м году. Ну это еще не все. Вот этот трехглавый монстр. На одном столе смонтированы три сверлилки. Три маленькие сверлилки 106-е. Высокооборотистые. Ну народ тут пишет. Я вот спрашивал на чипмейкере. Как, зачем, что это дает и как работать. Ну вот говорят, тут центровку поставишь. Тут сверлить, тут зенковать. Ну в принципе логично. Еще не решили оставлять это себе или нет. Вот как ты думаешь, аллигатор? Клюфта нет, по крайней мере. Кто-то предлагает распилить его на три части. Кто-то предлагает выдернуть эти головы и продать их отдельно. А этот стол использовать как верстак. Тут у него уже пазик есть. Пазик очень классный. Туда можно тиски и все такое. Все с движками. Ну я не знаю, все стояло под дождем. Живые они или нет, это неведомо. Короче, вчера кожух был. Сегодня уже одного кожуха нету. Куда делся, я не знаю. Грязосварщики там пластают. Может они как-то низдили. Заглянем сюда. Тут даже ремень остался. Вот такие ремни. По-моему, остатки. Нет, они плоские. Они плоские, да. Обороты до 18 тысяч. Сам представляешь. Твердославными можно свернуть. Зачем такие при сверлении? Ну аж платы сверли раньше такими. Когда еще не было ЧПУ и роботов. Тут одна опора лопнута. Марка 2N106P-3. То есть встроенный. Встроенный. Пуск, стоп и освещение. Пуск, стоп и освещение. Приврал тут, конечно, он только до 8 тысяч. Не до 18. Самое большее число оборотов. Никогда не доверяйте грузчикам, которые работают на приемках. Для них это мусор. Стали вот это цеплять. Ну как грузчики, не грузчики, а кто они? Стропальщики там, разнорабочие. Всегда цепляйте сами. Потому что эти и так зацепили, обвязали этой стропой, да. Вот за это место. У него центр тяжести высоко. Первое, что он сделал, это он перевернулся и долбнулся там об какой-то обшвеллер. Тут, короче, завернули все вот эти вот щитки. Эти палки. Смяли тут эту электрику. Но это я, конечно, не доглядел. Смяли туда весь трансформатор. Так что тропите сами, как вам надо. Забыл сказать, что станок 1950 года выпуска. 380 вольт. Номер фабричный, 950. Учитывая то, что станки выпускались с конца 30-х, начала 40-х годов, это позволяет сделать вывод о том, что в год выпускалось не более 100 штук. Вот насчет точности. Шаг продольной подачи, винта продольной подачи 4 мм. Так, трапециедальная резьба. А на лимбе 40 делений. 40 цифровых, которые поделены еще на 10. То есть одно деление, это 1 сотая. Версия прецизионности подтверждается. Тут 100 делений. Так, это вертикальная подача. Тоже 100 делений. Не знаю, насколько они перемещаются. Так, вот этот колхоз. Всю электрику сейчас выкидываем. Потому что это не родное. Он говорит, что они такую ехалиста. Он говорит, что говорит, что только теперь тянуутся. Вот это все! Его whipped get to, подбегала и Aaahho. Он говорит, каюсь и мне кто-то. Я повернулся в памятation. В grocer конца сп máu. Он говорит, а иногда она работает. Он говорит, что такое комью-пометрика. Он Swedish FL транспортная подcarтие. На камouses будет в squfire abrasом С agenda в пат Okayom consumers. Помогай идти кто-нибудь, чтобы он на шестеренку и в этот паз попал. Да, блин, уже попал. Да, блин, вообще убирай тогда. Ну, её уже как бы нет, но она теоретически-то осталась, вон, лимбой соточной. Там сверху по-французски и снизу по-немецки написано. Почти. Молодец, ну, держишь, наверное. Что ж ты? Навьё. Чё это? Чё это? Вот он. Навьё. Да. Видишь, швейцарское качество. Готово вышло. Вот, видишь, это Морзе-4. Ага. А это ещё, ну, под сангу. Это, ну, это санга. Хорошо, хорошо. Это затяжная санга. А я надо эту в шпонку попадать. Угу. Ну, снаружи-то поживел, конечно. Ну, зачистить. Да нет. ВДшка отойдёт всё. Ну, задирок нет. Классно вообще. Тоже какие-то такие же способы крепления, как и здесь. Ну, да. Ну, да. Готово болит. Ага. Вот так. Ваша голова. Тяжёлок. Да. Ну, что-то. Да, водичка есть. Присутствует. Ну, видишь, смазка была, как бы её не смыло. Нормально. Вот то, что открыто, да, то ржавеет капитально. Да, видимо, смываешь масло потихоньку. А если чуть есть масло, всё, она уже подталкивает. Смотришь, где она. А этот мужик-то, короче, шабрит, ну, который восстановлён. Да я не знаю, кто он, не говорит. Немец, что ли? И это, и внизу такие комменты русские. А кто стамеской шабрит? Тут, конечно, это моветон. Какие наши диванные эксперты. А он в натуре. Не стамеской же он, наверное, шабрит. О! Он заточенной стамеской шабрит. Почему, знаешь, такими вот миллиметриками. Как-то там даже стружки не образуются. Мы-то дерём, как эти, блин, сумасшедшие пластины. А кто не знает и говорит, о, блин, это мастерский подход. Смотри, это маркировка СВ. Я думаю, что вот это... Вообще, думаю, может, я хотя бы ББД-шкой сейчас побрызгать, чтобы она у нас тут не сгнила. Шоу, блин, вилоч или какие-то. Может, она сместить, а потом она... Ну. О! А! Мы из этих вышли, короче. Вот он какой. Оригинальный цвет-то у него, смотри. Сюда-то рука с кисточкой не добралась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прижми его. Все. Главное нашли, главное климить, да? Или там... Или где-то упор. Оп, стоп, нет, тут упор, вот. Все. А, выйти? Да. Работа по упорам. Да, по упорам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тебе, пожалуйста. Зубчатая рейта и упор. Да, вот этот вот. Винт хороший. Там что в этой, в опоре, там подшипники или так же на стулке? Вот, крутишь-то кто? Ну, по крайней мере, она болтается. Да, интересно лететь сайт, парень. Тут так тык, там ответка. И он говорит, кулачковая муфта. Иди сюда. Угу. Угу. Ну, этоaráия. Угу. 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 Ну, о-у... Вот это вот неудобно сделано, снизу регулировка, и все нормально, достается на нормальную цирку. О, тут еще портянка, смотри, портянка. Вот тут по-хорошему штифты должны стоять, но их не было, они не вытащили. Смотри, это телескопическое. Ну, а я ее заклиниваю, поэтому стружка все осыпается. А вот эта, если ее разработать, она это. Видишь, и зацеп сорвался. Это цепляется там. 950, что это значит. Вот это номер. Даже вот набито, смотри, как аккуратно, да? Ага, вот он открутился. Он просто вот этим зажимает и все. А с этой стороны второй такой же упор, в который он заворачивается. Прикинь, между собой вид этих ее стягивает и все. Ну, вот это не радует, конечно. Тут уже приварен кусок к нему. В сваренной плене мы уже брали. А что это надо было повернуть? Тут винт проходил в ней. А-а-а. Я по ней стучал. Ну, я не сильно. А зачем у фрезерного станка, так называемое зеркало, переднюю плоскость шлифует. Чтобы фрезеровщик видел свою харю. А-а-а. А-а-а. Просто втулка с накаткой. Зачем-то так. Видимо зажимается просто хомутом. А-а-а. Мне кажется, он механический. Ну, швейцарская школа. Я такого не видел. По-другому все. Четыре гайки его держат, эту колонну все. Вот и пожалуйста. Смотри. Легким движением. Ничего хитрого тут нет. Ты посмотри, это какой червяк. Покажи. А-а-а. Это червячная, но под углом. Как она? Косо-червячная. Офигеть. Извращенцы. Слышишь звук? С вакуум. Притёрт. 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 Шлифован. И винтик, смотри, откручивается даже. Хуй ле. Придёшь в словаре, посмотри, что значит. Он на тебя обидится. С какого языка? Он на тебя обидится. С немецкого или французского? Увиль. Хуй ле. Хуй ле. Вот ты. Была она вот на таком нагужончике. Это вот ответка была для вот этой, для планки. Кто-то пробовал раскачать. Что? Вверх нужно как-то выпиваться. Это дырочка. Как на ЧПУ, видишь? Вот эта штуковинка. Защита. Телескопическая защита. Кроме на таких же этих зацепах. Ну, было дело. Очень косозубая. А то на мотор, да? А это да, пошло туда. Довольно интересный тип упорного подшипника. Я раньше таких не видел. Он не имеет дорожек. Представляет собой просто две шлифованные пластины. И между ними сепаратор с набором шариков. Восемь шариков бегают по двум разным диаметрам. А общей канавки нет. Такой подшипник самоустанавливающийся и допускает смещение осей. Много покажи. Какая вот гаечка. Просто это вставлено гайка туда. Тоже написано, видишь, 950. Это регулировка. А нет, просто. 950 набита, видишь? Вот и все. Вот и один сейчас. Это регулировка. Иди, блядь, хайка, ouep, не блядь! Ааа, трогай ты его! Айка, не блядь! Ты отдушил и блядь его. Ааааааааа. Я вот, блядь, показал тебе, блядь. Аная сторона! Ааааа! Это твоё время, Рина. Какая дролона! Слушай, а я что-то сказал и... Блядь, не блядь мне надо. Ничего сложного. Ну чё сложного? момент для того чтобы у того покрасить проститровать